Правительство Таджикистана очень настороженно относится к этой ситуации. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какой опасности подвергается население всей планеты. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен Холодной войны, считает Стокгольмский Международный институт исследования проблем мира. Эксперты утверждают, что все державы ядерного клуба Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов. Несмотря на то, что в прошлом году были достигнуты значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо. Даже с разгара Холодной войны, говорится в комментарии к докладу директора института Дэна Смита. Если Россия применит ядерное оружие, то она не оставит никаких вариантов странам НАТО нанести ответный удар. И таким образом эта война из локальных перейдет в мировую ядерную войну. Поэтому это исключительно опасный сценарий, который, я думаю, любые здравомыслующие аналитики не могут исключить. Потому что сейчас Россия как бы потихонечку продвигается и она не ощущает какой-то угрозы. По данным, в 2021 году произошло незначительное сокращение ядерных арсеналов с более 13 тысяч до 12,7 тысячи. Из них 9,4 тысячи активные и потенциальные, готовые к использованию. Как отмечает институт, сокращение запасов связано с тем, что Россия и США сняли с вооружения устаревшие системы, а количество боезарядов, пригодных для использования, остается на том же уровне. Однако ожидается, что в ближайшие десятилетия арсеналы будут расти. По словам эксперта Ханса Кристенсена, есть явные признаки того, что процесс сокращения ядерных вооружений, который длился со времен окончания Холодной войны, завершен. Но если только украинские вооруженные силы начнут сильно контратаковать и начнут отвоевывать захваченные территории, то у Путина не останется других вариантов, как нанести какой-то чудовищный удар. Потому что он понимает, что любой успех Украины и поражение России будет просто означать для него смертный приговор. Как вы относитесь к тому, что ситуация в мире только накаляется? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Кто же они лидеры по числу развернутых ядерных боеголовок по состоянию на январь 2022 года? США – 1744 боеголовки вместе с запасом 3708. Россия – 1588 с запасом 4477. Франция – 280 с запасом 290. В Великобритании в 2021 году страна отказалась от публикации данных по ядерным боеголовкам примерно 120 в запасе 180. Ядерным запасом обладает также Пакистан – 165 боеголовок, Индия – 160, Израиль – 90 и КНДР – 20. Под данным США и Россия в совокупности обладают более чем 90% имеющегося в мире ядерного оружия, говорится в докладе. Другие семь ядерных государств разрабатывают и развертывают новые системы вооружений, либо объявили о намерении сделать это. Заявляют, что из-за войны в Украине обостряется риторика со стороны стран ядерного клуба. Как говорится в докладе, из-за начала войны России в Украине диалог России и США по стратегической стабильности зашел в тупик, и ни одна из других ядерных держав не ведет переговоры о контроле над вооружениями. Тем самым агрессия между странами только нарастает. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, ядерное оружие могут применить свои ответы? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!